Мы часто рассказываем, как российское руководство любит пиар в духе первенства. И какие провалы на самом деле кроются за очередными новейшими разработками от РФ. Исмерив машину с глядом бывалого автомобилиста, Владимир Путин первым делом попытался открыть багажник, но тот почему-то заклинило. Взмыв вверх на высоту около 200 метров и пролетев всего 100 метров, он потерпел крушение, врезался в стену жилого дома и разбился в дребезги. Обычно за всем этим стоит коррупция, воровство в особо крупных масштабах и так далее. Но российские чиновники пошли дальше. Мало просто выделить большой бюджет и разворовать его в процессе. В дело идут гениальные схемы обворовывания народа. Мы подготовили пример из свеженького и особо скандального. Новая авиакомпания, которую создают на Дальнем Востоке, приобретет до 60 самолетов сухой суперджет и 16 лайнеров МС-21. Смотрите, как подана новость. Во-первых, создана новая российская авиакомпания. Победа! Во-вторых, покупает отечественные самолеты. И сухой суперджет и МС-21 производятся на базе российской госкорпорации Ростех. Патриоты мы! Все, как любят пиарщики Кремля. Вроде как везде победушка. Наивный зритель услышит именно это. На подкорке отложится новый повод для гордости. Россия, наверное, самая лучшая страна. Вряд ли кто-то из обывателей полезет копать глубже. А стоило бы. Ведь эти скрепные победы создаются на деньги простого народа. Да еще и при ближайшем рассмотрении никакие это не победы, а провалы. Еще и с очевидной коррупционной составляющей. Слушайте внимательно. Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит Ростеху, будет создана компания. Ключевое. Авиакомпания принадлежит Ростеху. То есть государству. Значит, новое предприятие создается за деньги из бюджета. Какова цель? Потребности в авиаперевозках с лихвой закрывает аэрофлот. Оказывается, основная суть в самолетах, которыми они будут пользоваться. Будет сделан акцент на использовании именно отечественной авиатехники. До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов Суперджет и 16 самолетов МС-21. Помните, самолеты сухой Суперджет и МС-21 производят также Ростех. Что получается? Ростех выделит деньги на создание авиакомпании, которая, в свою очередь, купит у того же Ростеха самолеты. Причем на эту покупку будут снова выделены немалые деньги из народного бюджета. Для финансирования сделки потребуются деньги федерального бюджета около 100 миллиардов рублей. 100 дополнительных миллиардов рублей из российского бюджета будет потрачено на то, чтобы государственная компания, которую финансирует бюджет, купила сама у себя самолеты, построенные за деньги из бюджета. Замечательно, поразительно, гениально. Для полноты картины стоит напомнить, что не так с тем самым самолетом, ради которого всю схему и замутили, сухой Суперджет. В свое время он позиционировался российской пропагандой как суперразработка, которая, конечно же, утрет нос Западу. Российские Суперджеты сертифицированы, соответствуют всем мировым стандартам. Россиянам объясняли, что мы великая нация, которая строит самолеты, которая делает суперпродукты, которые конкурируют на международных рынках. История красивая. Единственная проблема, что она неправдивая. Десятки новостных сюжетов, расхваливающих новый российский самолет, увидели свет. Сухой Суперджет 100 эксперты называют российским экспортным продуктом номер один. Первый полет совершил в мае 2008 года. В коммерческую эксплуатацию запущен в 2011. Однако, расписывая прелести суперсамолета, журналисты почему-то не затрагивают его историю после 2011. А рассказать есть о чем. Уже в 2012 году во время полета в Индонезию самолет врезался в гору. Причиной стали ошибки пилотов и диспетчеров. Тогда погибли 45 человек. Первый раз, может, и можно было списать на ошибку обслуживающего персонала. Но ведь на этом беды Сухого не прекратились. В 2013 году в Исландии во время сертификационного полета у самолета отказали шасси, он сел на брюхо. Далее была авария в Якутске в 2018 году. У лайнера подломились основные опоры шасси, есть и другие повреждения. Очевидцы сняли на камеру, как из самолета вытекает какая-то жидкость. Пассажиры предположили, что это топливо, которое не вспыхнуло лишь по счастливой случайности. Похожий случай произошел 10 ноября 2018 с Суперджетом на рейсе Аэрофлота. У самолета, только недавно введенного в эксплуатацию, стерлись болты. Их взялись чинить. В процессе порвался трос сцепления. Это еще больше затянуло процесс, и пассажиры ждали целых 17 часов. Однако задержка — это цветочки по сравнению с вот таким опытом. Пассажиры рейса Аэрофлота «Тюмень-Москва» не смогли улететь лайнером «Сухой Суперджет» из-за проблем с одной из систем жизнеобеспечения. Когда воздушное судно вырулило на взлетную полосу, в салоне резко поднялось давление, отчего у некоторых пассажиров пошла кровь из носа и заболела голова. Наконец, трагическая аварийная посадка в Шереметьево в мае 19-го. Судно черкануло брюхом полосу несколько раз. Огонь охватил самолет моментально. Всего на борту самолета находилось 78 человек. В результате аварии погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Удивительно, но даже после такой серьезной аварии Министерство транспорта России все еще отрицало, что проблема в самолете все-таки есть. И это не просто злой рок. И не отказалось приостановить эксплуатацию авиалайнера. Нет оснований. Спасибо. Замять то, что случилось с «Сухим» в Шереметьево не удалось. После этого на самолет обратили внимание незаангажированные СМИ. И новости, ранее проходившие мимо обывателя, полезли тоннами. То у сгоревшего самолета ранее был зафиксирован технический сбой. Около полутора лет назад, во время снижения, у самолета не выпустились закрылки. Но Россия в своей бомбе вооружения, в своих имперских комплексах пытается всему миру доказать, что они умеют строить самолеты. Единственная проблема, что строят они самолеты плохие. Особой гордостью пропаганды был контракт на поставку сухих ирландца. Глава ирландской авиакомпании «Сити-джет» Пэт Бирн не скрывает, это его самая успешная сделка. Стоимость сделки превышает 1 миллиард долларов. Ирландская авиакомпания пустила российские новинки на совместные рейсы с брюссельскими авиалиниями. Весной 2018-го европейские партнеры заявили, что им пришлось отменить 92 рейса за 22 дня из-за поломок в сухих. Технические проблемы возникают очень часто. Что еще хуже, аэропортов с инженерами, которые имеют квалификацию для работы с сухой суперджет, очень мало. Это просто ненадежно и так продолжаться не может. Итог был предсказуем. «Сити-джет» — единственный европейский эксплуатант «Сухой суперджет-100» перестал использовать российские самолеты. Самолеты вернули производителю. Оказалось, россияне не смогли обеспечить бесперебойную доставку запчастей для самолета, который постоянно ломался. В коммерческом плане проект «Сухой суперджет-100» провалился. Во многом из-за плохого постпродажного обслуживания и довольно долгого исправления детских болезней самолета. Зимой 2019-го агентство «Блумберг» сообщило, что мексиканский «Интерджет» пустил 4 из 18 своих «Суперджет-100» внимание, на запчасти. На отчаянный шаг авиакомпании пришлось пойти из-за проблем с поставкой деталей на российскую недогордость. «Суперджет», к сожалению, правда, очень часто ломается. Тогда российскому производителю пришлось заплатить мексиканцам компенсацию 40 миллионов долларов, чтобы те только не возвращали их обратно, а просто поставили в отстойник. Наконец, даже российские авиакомпании, которым «Суперджет» поставлялся в добровольно-принудительном порядке, заявили об убытках. «Мы на своем опыте испытали все проблемы эксплуатации новых видов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты «Боинг», у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру». После аварии в Шереметьево жалобы посыпались одна за одной. Авиакомпании просят перепроверить сухой «Суперджет». У них есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством. Кроме того, сомнения вызывает система управления полетом, защита салона при внешнем пожаре и программа тренировок экипажа. Также просят проверить про прочность шасси и кессона крыла лайнера. Внушительный список проблемных зон не находите? Вот только пассажирам об этих всех опасениях не рассказывают перед посадкой. Все их знания о сухом были взяты из телевизора. «Миллиарды разворованы, самолета мы не имеем. Мы себе записали все в минус». А записали в минус ни много ни мало 44 миллиарда рублей. Именно столько стоила разработка «Суперджета-100». На сегодняшний день, несмотря на все проблемы с самолетом, крупнейшим эксплуатантом сухого остается «Аэрофлот». Но не по своей воле, конечно же. Об этом рассказал Алексей Навальный, в свое время входивший в совет директоров «Аэрофлота». «Аэрофлот» вынудили купить этот «Суперджет». И вот там раздавали бумажку с поломками и с тем графиком, сколько «Суперджет» летает, а сколько он стоит просто на перроне. И эту бумажку вот ее раздавали, а потом сразу собирали, чтобы, не дай бог, эту бумажку не забрал себе, не сфотографировал. Коллегам из русской службы «Би-Би-Си» весной 2018-го удалось раздобыть отчет «Аэрофлота» под названием «Состояние безопасности полета в феврале 2018-го года». В нем говорилось, что за месяц с самолетами компании произошел 21 инцидент. 12 из них приходилось на скрепный «Суперджет». К наиболее серьезным рискам, выявленным в отчетный период, относятся риски, связанные с попадением воздушного судна в сложные метеоусловия, а также риски, связанные с неисправностью пилотажно-навигационного оборудования «Би-Си» РРД-95Б. Уже и дураку понятно. Громкой победы над западными авиаконструкторами не получилось. Безопаснее и выгоднее использовать «Боинги» и «Аэробусы». Но любители всего скрепного не могут остановиться. Все проблемы «Сухого» списали на иностранные комплектующие и распорядились импортозаместить их. Минпромтор планирует потратить еще почти 15 миллиардов рублей на разработку самолета «Сухой Суперджет Нью» с максимальным импортозамещением. Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 миллиардов рублей. И эта сумма не окончательная. Итак, что получается? На деньги из российского бюджета создали самолет для пиара. Потратили на это 44 миллиарда рублей. Но получился самолет какой-то корявый. Постоянно ломается, долго чинить, так как деталей не хватает. Чтобы сохранить лицо, они решили закопать в этот проект еще 18,5 миллиардов рублей. Далее создали целую новую авиакомпанию, чтобы было кому пользоваться дорогущим металлоломом. Ведь никому в мире «Сухой» не нужен. И как вишенка на торте, из народного кармана вытащат еще 100 миллиардов рублей, чтобы провернуть покупку самолетов у самих себя. Более 300 миллиардов. И это, прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программу МС-21 и другие гражданские проекты. Итого пока ни одной победы. Одни только траты, аварии, траты и еще раз траты. А гордиться россиянам по факту нечем. Разве что талантом их руководителей транжирить миллиарды на неудачные имиджевые проекты. В то время как выживание народа остается делом самого народа.